Особое мнение на 101FM Тема, которая в последнее время отошла на задний план, в том числе с международными событиями, но так или иначе у людей ведь не пропало желание жить в красивых, ухоженных, отремонтированных, чистых домах. Все мы прекрасно помним, как с началом пандемии коронавируса одна из проблем у нас возникла, это резкий рост стоимости строительных материалов, и планы в связи с этим начали корректироваться. Конечно, добавило это довольно проблемных моментов, но чиновники, руководители города и области нам по-прежнему говорят, что планы у нас по поводу капремонта грандиозные. Буквально в начале этого года, в конце марта, было совещание с участием главного федерального инспектора, где озвучивались планы по капремонту на этот год. Это снова более тысячи домов. Были затронуты такие проблемы, как, опять-таки, стоимость строительных материалов, корректировка проектно-сметной документации, увеличение процента аванса подрядчикам. В общем, давай освежим в памяти эту тему, потому что все мы здесь живем, действительно, и все мы хотим, чтобы наши дома были красивыми и ухоженными. Что сейчас вообще в сфере капремонта происходит? Сейчас идет, в первую очередь, активный переход на специальные счета, то есть, когда это собственники помещения в доме решают о том, что у них должен быть свой счет для накопления денег на капитальный ремонт, чтобы они сами принимали решение, когда и какой вид капитального ремонта нужен дому. А, собственно, кто подталкивает этот процесс? Почему число спецсчетов увеличивается? Это подталкивает, в первую очередь, то, что программа капитального ремонта, которая была составлена тогда еще департаментом ЖКХ правительства Кировской области в 2013 году, составлялась в итоге с декабря 2014 года, это все постепенно заработало. Эта программа видят сами жильцы, сами собственники о том, что она не соответствует фактической реальности. То есть, когда в программе... Заявляясь одно, слышим одно. Ну, вот сейчас вот просто конкретный пример. В программе стоит капитальный ремонт кровли 2030 год, а кровля течет уже сейчас, то есть, крыша дырявая, по-простому говоря. Или ремонт лифта стоит на 2021 год, а его поменяли еще по старой программе через фонд содействия реформирования ЖКХ, там, лет 10 назад, то есть, он еще, в принципе, нормальный. И поэтому вот эти несостыковки все, мы помним эти случаи, когда я возглавлял группу при общественной палате по капитальному ремонту, мы проводили очень много выездов на дома, в том числе видели, где планировалось отремонтировать подвал в доме, которого не существует. Сделаны уже были проекты, потрачены деньги. Западные ситуации, да. И, соответственно, вот этот отрыв от реальности той программы, написанной еще в 13-м, 12-м... Почти 10 лет назад, да. Да, в 14-х годах, ну, соответственно, собственники видят, что мы или не дождемся этого капитального ремонта, или если дождемся, может быть, и фонда капитального ремонта уже не будет. Потому что мы видели официальную информацию от профильного министерства правительства Кировской области, которая говорила о том, что у фонда есть серьезные опасения в плане финансовой устойчивости к 2023-2024 году, в случае, если сохранится та же тенденция по смене способа накопления денег. То есть, ну, по-просто говоря, переход на специальный счет, если все уйдут. Ну, это все и не все, даже если там 30-40% многоквартирных домов, а, как правило, переходит многоквартирные дома, у которых там 10 лет срок эксплуатации с момента ввода, то есть это большие дома, современные, новые, то есть маленькие. Многоподъездные. Там 10 тысяч квадратных метров, 5 тысяч квадратных метров, 15, 20 и больше. То есть это очень такой большой источник финансирования самого регионального фонда. И вот если эти дома будут массово переходить, соответственно, денег просто на ремонт существующих домов, там, Сталина, Хрущева, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов просто не хватит. И тогда жилищный кодекс говорит о том, что бюджет Кировской области отвечает за данный вопрос. То есть если денег не хватает, бюджет Кировской области должен эти деньги выделять. Любопытно. И вот за последнее время, может быть, ты обладаешь информацией, какое количество спецсчетов было открыто собственниками многоквартирных домов, то есть насколько активно этот процесс идет? Я думаю, что сейчас это в районе также где-то 10-15%. Это, конечно, не самый высокий показатель в Приволжском, это в федеральном округе, но тренд сохраняется. И сейчас, в том числе с учетом того, что получить деньги на энергоэффективный капитальный ремонт, если мы еще об этом поговорим, проще всего, когда у тебя есть свой специальный счет, и когда ты сам решаешь, какой энергоэффективный капитальный ремонт можно провести в доме. Давай напомним, насколько сложно получить свой, открыть свой специальный счет, какова тут процедура и какие претеренции тогда в итоге получают собственники? Несколько лет назад законодатели упростили механизм открытия специального счета, и теперь для того, чтобы его открыть, нужно провести общее собрание и принять решение на более чем половиной голосов от всех собственников в доме, то есть от общей площади. Надо более, чтобы половина собственников проголосовала «за». Напомню, что раньше было это две трети. То есть это было более сложно, соответственно, что и сказалось на общем проценте открытых специальных счетов. Этот протокол нужно направить, соответственно, в фонд капитального ремонта, в государственную жилищную инспекцию. Неплохо его отправить, также не лишним будет и в администрацию города Кирова. Ну и, соответственно, в сам банк, в то кредитное учреждение, где будет открываться специальный счет. Также можно одновременно проголосовать за открытие депозита. С учетом действующей ключевой ставки, которая сейчас установлена Центробанком, депозиты все еще интересуют население, ну и в том числе и юридические лица, то есть я напомню, до недавнего времени были ставки 24% годовых по депозиту. Вот совсем недавно. Потом чуть снизилось за 17%, сейчас есть там ставки по 11% и по 13%. То есть можно поискать и, соответственно, если ремонт нужен не прямо сейчас, то можно эти деньги перевести на специальный депозит. Я знаю такие ситуации, когда многие люди, в том числе старшие, по домам боятся заводить специальный счет, потому что считают, что это большая ответственность, большая нагрузка, человек будет не успевать. Действительно это так? Боязнь по твоей профессиональной деятельности, она ощущается у людей такая? Если дом находится под управлением товарищества, собственников жилья или жилищно-строительного кооператива, или другого жилищного кооператива, то особых сложностей здесь нет. Потому что либо печатается дополнительная квитанция, либо добавляется отдельная строчка в общую платежку за жилищно-коммунальные услуги. И поэтому каких-то больших сложностей с администрированием этого процесса нет. Не возникает? Не возникает. Наоборот, ведь если мы посмотрим какие-то европейские страны, которые, ну я имею в виду постсоветские, то есть это же там Латвия, Литва, Эстония, да, там Прибалтика, еще ряд стран, они ведь в принципе все построены на том, что проведение капитального ремонта в этих странах идет за счет части взносов самих собственников, часть это кредит, и часть это выделяет там муниципалитет. Да, то есть, условно говоря, две трети денег собственники не платят. И вот как раз вот к этому механизму нам надо приходить, потому что в том числе за счет такого механизма мы видели, как были отремонтированы хрущевки в Берлине, например, да, когда к пятиэтажным хрущевкам еще пристраивается лифт. Ну, то есть, условно говоря, вот представляете, если в Кирове к пятиэтажной хрущевке пристроен был лифт, да, то есть, сейчас это окажется из области фантастики какой-то. А, соответственно, в Восточной Германии это уже сделано давно. Сделано давно, и, конечно, это тоже все не без помощи вот дешевых денег, то есть, дешевых кредитных источников. А те деньги, которые, если вот люди приняли решение перейти на спецсчет, те деньги, которые они в общий котел платили, они там и останутся, да, то есть, у них спецсчет будет с нуля начинаться? Нет, вот как раз это фонд о капитальном ремонте в течение шести месяцев после принятия решения должен перевести деньги, которые, собственно, платили в общий котел на их специальный счет. Но это ведь информация открыта, да, на фонде капитального ремонта Кировской области можно посмотреть по конкретному адресу, по конкретному дому и процент собираемости, и та сумма, которая накопилась за, собственно... Да, можно зайти на сайт vkr43.ru, в поисковой строке забить адрес своего дома и посмотреть уже, сколько денег накоплено, и для некоторых жильцов достаточно большим стимулом является просто сама сумма, то есть, когда они видят, что у нас есть там 5 миллионов рублей, в общем котле, которые, по сути, просто сгорают от инфляции, вот, то, а ремонт, например, фасада нужен сейчас, то, конечно, принимаются решения о переходе на специальный счет и проведении капитального ремонта фасада. А, кстати, по своей профессиональной деятельности ты видишь, как ведутся эти процессы, как тратятся деньги, у нас же периодически раздаются призывы к тому, что давайте приостановим взымание платы за капитальный ремонт, и у нас такой опыт уже был, да, в начале пандемии, по-моему, в 2020 году, вот, на твой взгляд, это такой популистский большеход, технически он бы смог нарушить эти процессы, если бы плата была приостановлена? С точки зрения того, что доходы граждан Кировской области растут не так быстро, как инфляция, это мы можем посмотреть по официальной статистике Росстата, да, это в том числе Кировского, то такой момент, как освобождение от платы взносов за капитальный ремонт, он имеет место быть, но не просто освободить, то есть, вот, вы не платите по 8, там, 30, по 8, 7 месяцев за квадратный метр, там, в течение, там, трех месяцев или в течение года, а эти деньги заместить из бюджета или из других каких-то источников, то есть, чтобы фонд не переставал наполняться, потому что если он перестанет наполняться, с учетом, вот, опять же, повторюсь, того роста инфляции на, в том числе, на стройматериалы, просто рано или поздно это приведет к банкротству оригинального оператора по капитальному ремонту. Такие же, такие примеры в России уже есть. Уже есть примеры, когда разоряется такая структура, да? И региональные операторы по ТКО, по вывозу мусора, тоже такие примеры есть. То есть, это мы все видим, и, соответственно, наступать на грабли, да, там, которые уже наступали в других регионах, ну, конечно, я думаю, нет смысла, тем более, что, ну, и неправильно это все, я думаю, что новый в Рео губернатора более плотно займется вопросами ЖКХ, энергоснабжения, да, энергоэффективности. Ну, пока мы еще вроде не видели еще анонсов каких-то встреч и обсуждения данной темы, но вполне возможно, что в ближайшее время этого стоит ожидать. Опять-таки, в своей профессиональной деятельности, с теми вопросами и задачами, с которыми ты сталкиваешься, насколько вот вся эта ситуация с подражанием стройматериалов, с нарушением логистики, с поиском подрядных организаций, она вообще нарушила эту систему капитального ремонта? Серьезные сдвиги произошли в последнее время? Сдвиги произошли, я бы не сказал, что серьезные, но проблемы при проведении капитального ремонта никуда не делись. А вот я сейчас упомянул, да, вот я сейчас упомянул проблему капитального ремонта фасада. Еще в 2014 году я писал письмо правительству Кировской области о том, что необходимо принять порядок проведения капитального ремонта или, по крайней мере, разграничить четко понятие капитальный или текущий ремонт. То есть до сих пор четкого разграничения, чтобы было понятно для всех, где капитальный ремонт, а где текущий, нет. В чем проблема? За тот и другой мы платим в разных квитанциях. Ну, по-разному. Текущий ремонт у нас, как правило, по решению общего собрания за счет дополнительных взносов, но где-то он и включен в строку содержания. Ну, не везде, далеко не везде. А капитальный ремонт, ну, понятная система. Например, мы берем любой дом и утепляем одну стену с торца. Такие фотографии мы видали в основных пабликах, когда берут и утепляют каким-то пеноплексом, да, и эта стена становится оранжевая. Вот утеплили одну стену из четырех фасадов. Это капитальный ремонт или текущий? То есть непонятно. Да, но специалист должен разбираться, да. Непонятно. Это должно быть четко и понятно. Вот недавно была судебная практика, когда суд сказал, что общий объем работ по капитальному ремонту меньше 15 процентов, соответственно, эти работы относятся, ну, меньше 15 процентов от общего объема всего вот элемента, так сказать, всего фасада. И, соответственно, ТСЖ эти деньги израсходовало незаконно со специального счета. Со специального счета, где они на капремонт, собственно, откладывали. Да, на капитальный ремонт, да. Это не в нашем регионе, ну, вот такая практика недавно была. И, соответственно, жилищная инспекция обязала ТСЖ эти деньги вернуть на специальный счет. ТСЖ пошло в суд, попыталось это оспорить, но суды поддержали позицию жилищной инспекции. То есть откуда возьмут деньги ТСЖ, которые они потратили со специального счета, по сути же, на свой дом? То есть им надо, получается, дополнительно собирать еще раз эти взносы на капитальный ремонт. Это чтобы пополнить свой же специальный счет. Ну, вот это... Почему кто-то должен регулировать наш специальный счет, да, кроме нас самих? Это не единственный случай. В Кирове вот я участвовал в одном из судебных дел, где там на миллион двести сорок тысяч было запланировано проведение капитального ремонта. Собственники приняли решение, но по факту работы были сделаны на сто шестьдесят тысяч рублей, то есть, по сути, в десять раз меньше. Как так получилось? Вот. Ну вот бывает и такое, то есть было две судебных экспертизы, где эксперты установили, что работы, которые относятся к капитальному ремонту, только на сто шестьдесят тысяч. А все остальное, это, по сути, текущий ремонт в самом подъезде. То есть эти работы нельзя отнести к капитальному ремонту, и поэтому деньги тратить со специального счета нельзя. Подрядная организация как раз обращалась в суд и просила, чтобы со специального счета им вот этот вот миллион, там, двести сорок тысяч заплатили. Первоначально наши суды, в том числе областной суд, поддержали позицию подрядчика и удовлетворили их исковые требования, но обратились мы в касационный суд, то есть в Самару, шестой касационный суд общей юрисдикции, который отменил судебные акты наших судов, направил дело на новое рассмотрение в областной суд, и уже областной суд, соответственно, принял решение, чтобы отказать подрядная организация в удовлетворении их исковых требований, указав на то, что все-таки со специального счета деньги можно тратить только на работы капитального характера, а на текущий ремонт их тратить нельзя. Ну, это я говорю к чему. Этот кейс так вот вкратце рассказал о том, что должны быть четкие, понятные механизмы по разграничению этих работ. Не должны люди утопать в судебных разбирательствах, заказывать, платить деньги судебным экспертам, чтобы они определили капитальный ремонт, это текущие. Это же все деньги. А если это еще не одна экспертиза, это еще больше денег. Судебные расходы, оплата услуги юристов, все дополнительные расходы, которых можно было бы избежать при четком, понятном, прозрачном регулировании. А ситуация с подрядчиками, конкретными организациями, которые выполняют капитальный ремонт, она сейчас в какой стадии находится, потому что претензий на протяжении последних лет к ним было много, и законодательство изменялось. Там новые требования в том числе вводились в отношения подрядчиков. Они сейчас вообще есть? Их не распугали мы еще их этими новыми нюансами последнего времени? Вот я точно знаю ситуацию, которая касается специальных счетов, потому что все-таки общаюсь и занимаюсь с мониторингом этого вопроса, по специальному счету больших проблем с подрядчиками нет. То есть есть подрядчики, которые договариваются и по цене, да, с собственниками, в том числе с помощью управляющей компании. Вот. И проводят капитальный ремонт, в том числе инженерный систем, ставят автоматику, ремонтируют системы отопления. Конечно, сейчас оборудование импортное, в том числе для капитального ремонта системы отопления резко подорожало, где-то идет удешевление, ставятся там неимпортные насосы, может быть, русские, неимпортная автоматика, может быть, какая-то русская, да, там тепловычислители, какие-то попроще и так далее. Но в целом это идет, это работает. Что касается работы фонда капитального ремонта, то нам достаточно посмотреть просто итоги выполнения краткосрочного плана каждый год. Мы еще не видели ни одного года, где бы фонд капитального ремонта выполнил краткосрочный план. Заявляем там сотни и сотни и сотни, а в итоге получаются десятки. Это не заявление, это необходимость, это обязанность выполнения, потому что эти краткосрочные планы составляют долгосрочный план программы капитального ремонта. Они складываются, да, в общем. То есть, если запланировано это все сделать, и если это не будет сделано, то получается, что вся программа капитального ремонта, она просто не будет выполнена. А кто за это понесет ответственность? Потому что собственники платят своевременно. Тот, кто не платит, у них есть там судебные приказы, там судебные приставы работают. Ну, это вопрос второй. То есть, собственники все равно процент собираемости высокий. Они платят, наполняют кубышку общую. И, соответственно, если они не получат ремонт кровли, не получат ремонт фасада, если это еще приведет к каким-то последствиям, например, кровля протечет, кого-то затопит. Разрушение каких-то элементов. Да, это кто будет возмещать ущерб. Ведь управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, могут вполне в суде, например, если это будет судебное разбирательство, привлекать фонды капитального ремонта, которые несвоевременно в качестве надлежащего ответчика, который в том числе несвоевременно выполнил эти работы по капитальному ремонту. То есть, если тут вина управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, возможно, это и вина фонда капитального ремонта, соответственно, деньги, которые будет тратить фонд капитального ремонта на возмещение убытков, ущерба, морального вреда, судебных расходов по таким делам, это ведь не целевое расходование денежных средств, которые за счет взносов. Значит, эти деньги пойдут за счет субсидий из бюджета. То есть, повышение субсидий на администрирование, на существование фонда капитального ремонта. То есть, не 50 миллионов рублей, не 60 миллионов рублей в год, а там могут быть и сотни миллионов рублей. То есть, есть ли у нас эти деньги в бюджете Кириллс к области с учетом вот на нынешней ситуации? У меня вопросы. У меня еще вопросы. В головах чиновников есть ли соответствующие мысли, что могут возникнуть такие риски? Вот тоже интересно бы знать, заглядывают ли они на такую перспективу. Совсем недавно стало известно о том, что в систему капремонта может быть внесено, может быть, да, еще пока внесено существенное новшество. Это техническое обследование дома, которое будет предшествовать собственно всем работам. Давай поподробнее об этом поговорим и насколько это оправдано. Вот поподробнее нам поговорить, к сожалению, не получится, потому что инициатива депутата Александра Якубовского, которая прозвучала на экспертном совете при Госдуме, пока еще даже не оформлена в виде законопроекта и не внесена в Государственную Думу. Но судя по тем обсуждениям, которые были, предполагается, что будет техническое обследование дома, по результатам которого будут приняты решения о том, что ремонтировать капитально в первую очередь. То есть, опять же, мы уже говорили о том, что программа была составлена непонятно как, да, с учетом тех рекомендаций, которые еще были приняты в 80-х годах, о том, что через столько-то лет надо делать капитальный арбан фасада, через столько-то крышу, через столько-то инженерные сети, понятно, что с учетом разного обслуживания домов реальность не соответствует той программе. Вот цель этой законодательной инициативы как раз и направлена на то, чтобы понять, что же в первую очередь делать. Но здесь вот есть момент, и эксперты, в том числе это в рамках нашего экспертного сообщества, это всероссийского, опасаются того, чтобы обследования не превратились в профанацию, потому что может быть визуальное обследование, то есть, когда ты пришел, посмотрел... Обошел дом со всех сторон. Да, там составил акт, что да, вот тут что-то крыша течет, надо в первую очередь крышу ремонтировать. Должно быть инструментальное обследование. То есть, когда специалисты, эксперты с помощью приборов проверяют элементы отдельной конструкции дома и уже делают заключение. Систему теплоснабжения, газоснабжения, электрику. Да, то есть, есть специальные приборы. Несущие стены и так далее. Да, есть приборы, которые позволяют омерять толщину стенки трубопровода, которые омеряют коэффициенты теплопроводности стен. То есть, это все есть, там, это просверливаются специальные дырки, отверстия. Да, то есть, не просто посмотреть, а с помощью инструментов, которые бы квалифицированные эксперты это сделали и уже дали полноценное заключение. Вопрос второй, кто за это заплатит? Подожди, вопрос первый. Есть такие организации-то? Такие организации есть. Они есть? Такие организации есть? Я напомню, что с 2010 года, после принятия закона об энергосбережении 2009 года, 23 ноября 2009 года, активно проводился энергоаудит, энергетическое обследование бюджетных учреждений, предприятий и прочее. То есть, в принципе, там судебные эксперты есть, которые проводят различные экспертизы. То есть, организации, такие они никуда не пропали, люди никуда не пропали. То есть, приборный парк у этих людей есть. То есть, в принципе, они это все могут делать. Хорошо, кто заплатит к тому вопросу, который ты обозначил? Сейчас идут предварительные оценки, что рост стоимости работ по капитальному ремонту в связи с этим увеличится на 5%. Да, то есть, это, получается, нужно будет закладывать либо в стоимость взноса. То есть, например, ремонт на 1 миллион рублей, 5% это 50 тысяч. Да. То есть, 50 тысяч к 1 миллиону. Да, получается, если это общий котел, ну или даже если это специальный счет, то есть, получается, нужно будет увеличивать размер взноса. Нужно будет увеличивать размер взноса. И опять же остается вопрос контроля. То есть, если это специальный счет, то проконтролировать вот эту вот экспертную организацию можно. то есть, вы ее сами выберете и сами же ее проконтролируете. То есть, вам никто ничего потом не скажет, и вы уже не сможете предъявить претензии, что что-то она написала не то. Вы ее сами выбрали. А вот если это будет общий котел и будет массово проводить закупки по проведению технического обследования, как было с изготовлением технических паспортов, да, там, БТИ выиграл еще там, да, там кто-то. То есть, что будет по факту, то есть, не будет ли это просто как бы набор бумажек, где будет написано, что вот тут крыша, а тут подвал, надо в первую очередь ремонтировать. То есть, вот очень бы не хотелось, чтобы это превратилось в очередную профанацию, потому что мы видим, что пока программы капитального ремонта, ну, и вообще вопросов к ней становится все больше. Все больше, да, ситуация как-то не исправляется в лучшую сторону, но в любом случае идею можно назвать здравой, да, профтехническая обследования. Идея здравая, но, опять же, ее надо было сделать еще до составления программы капитального ремонта. То есть, с ней опоздали на 10 лет, вот с этой идеей, с этой инициативой. То есть, в 10-м, в 11-м, в 12-м надо было этими вопросами заниматься. В конце 12-го года была внесена глава в жилищный кодекс о проведении капитального ремонта. И вот с декабря 14-го года в Кировской области она заработала. Это надо было делать 10 лет назад. Так, я думаю, мы еще до рекламы успеваем поговорить о так называемом энергоэффективном капремонте, да, о котором уже упомянули. В нашем городе есть такой пример, он был широко вот так освещен в СМИ, но как-то все застопорилось. Хотя мы все прекрасно понимаем, что энергоэффективный ремонт, учитывая состояние нашего жилого фонда, он бы помешал десяткам, сотням, не знаю, тысячам домов, да, с утра и на три я имею в виду этот адрес. Смысл энергоэффективного ремонта в том, если говорить просто, чтобы снизить собственные энергопотери, да, и уменьшить плату в том числе коммунальную. Как дела сейчас на данный момент обстоят с этим у нас? Действительно все застопорилось? В первую очередь я бы хотел сказать сразу, перед проведением энергоэффективного капитального ремонта, чтобы действительно снизить плату, в том числе за отопление, надо в первую очередь, чтобы стоял прибор учета тепловой энергии, теплощетчик. Общедомовой? Да, общедомовый теплощетчик. И чтобы была автоматика, которая бы регулировала и поддерживала заданную температуру в доме, то есть температуру воздуха внутри квартир, если этого нет, можно сколько угодно утеплять дома и делать фасады, платить вы будете ровно столько же, просто будете чаще открывать форточки. Просто станет просто, да, теплее. И отапливать улицу, да, и на улице станет теплее, а платить вы будете столько же. Вот, это первое. Второе, по капитальному ремонту, по энергоэффективному у нас примеров очень мало, это позорно мало, потому что с учетом того, что у нас проблемы, в том числе в стоимости проведения работ, не хватает денег на капитальный ремонт фасада, на утепление фасада всего дома, это стоит очень дорого. Ну, как раз вот воспользоваться этим механизмом, скачать программу с сайта фонда ЖКХ, посчитать экономию, провести общее собрание и получить потом вот эту компенсацию, половину стоимости проведенных работ, ну, если все соответствует той методике, которую предложил фонд, и по срокам окупаемости, и по экономии, в том числе в натуральном выражении, в денежном, и, соответственно, эти деньги вам придут, и это окупится, да, то есть окупится быстрее, и вы получите половину стоимости. Я напомню, что если вы там проводите ремонт фасада за 10 миллионов, то там фонд 5 миллионов рублей вам может спокойно предоставить из Москвы. Там были цифры, там несколько лет назад, там десятки, а даже, к тому же, или сотни миллиардов рублей готовы были на выделение. Вкладывать, да? Да, это вкладывать, но почему-то желающих было мало, и вот я почему-то не вижу инициативу со стороны вот нашего фонда капитального ремонта, чтобы они открыли у себя отдельный кабинет без всяких вертушек пропускного режима или в правительстве, чтобы специальный человек или несколько людей сидели специально для решения этого вопроса. То есть объясняли людям, которые приходят? Не просто объясняли, а помогали готовить бумаги, документацию, ну, за исключением протокола общего собрания, считали в программе экономии. То есть делали, по сути, весь тот комплект документов, который бы необходим, было ли получение вот этих денег, которые так нужны сейчас нашим многоквартирным домам. Не только, чтобы выглядеть лучше и красивее, но и чтобы действительно это собственники платили меньше, потому что плата за отопление в квитанции, это у нас 60-70% от общей стоимости платежки. Да, в зимнее время это основная статья расходов, безусловно. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, скоро продолжим. Продолжаем наше общение с Андреем Воробьевым, руководителем автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт», членом исполкома Кировского регионального отделения Ассоциаций юристов России. Лето наступило, слава богу, потеплело в нашем городе. Все мы прекрасно видим, что где-то вот начинаются уже работы по обустройству, благоустройству территорий. Рядом с многоквартирными домами. Давай сейчас, Андрей, сосредоточимся на конкретных рекомендациях, советах. Если люди, собственники квартиры, решили в ближайшие теплые месяцы что-то изменить, облагородить, обустроить возле своих домов, там, детскую площадку, парковку, с чего надо начинать. Я думаю, что этот ликбез сейчас не будет бесполезен, потому что вопросами этими задаются постоянно люди. В первую очередь, с чего надо... В первую очередь, надо договориться. Нет? Нет. Это в первую очередь надо заказать из Росреестра выписку на земельный участок под вашим многоквартирным домом. И вообще понять, сформирован ли и поставлен на кадастровый учет этот земельный участок. У нас есть случаи в городе, где его просто нет. И эта земля принадлежит городу. По закону, да, муниципалитету нашему. То есть, без ведома муниципалитета вообще никаких действий предпринимать нельзя. Делать нельзя в данном случае. Вот поэтому надо начать с этого. Во-вторых, когда вы получите эту выписку из Росреестра, надо посмотреть, нет ли на этом земельном участке каких-то ограничений обременения сервитутов. Был случай, вот судились целый год в Октябрьском району судья, точнее в Первомайском, да и в Октябрьском и в Областном. Сейчас там дела до сих пор продолжаются по громкому, нашумевшему делу по Монтажников-20, когда это собственники приняли решение установить шлагбаум, чтобы не было сквозного проезда, ну, в целях безопасности, да. Вот такая распространенная тема такая история. Да, потому что эти все сквозные проезды очень небезопасны в том числе. Вот. И, как оказалось, уже только в суде, что на данной части земельного участка администрации еще в 1999 году был наложен публичный сервитут, то есть ограничение для обеспечения свободного прохода и проезда третьим лицам. Ну, соответственно, мы обратились в Первомайский районный суд о признании недействующим этого распоряжения администрации города Кирова. А оно там не имеет никаких сроков давности, то есть как было принято, так оно и действует сквозь года. Да, пока оно действует, можно обращаться в суд, а сроков давности здесь нет. Первоначально Первомайский суд поддержал позицию администрации. Мы обратились в областной суд. В областном суде это решение мы отменили. Дело направили на новое рассмотрение в ином составе судей, то есть уже была другая судья, которая рассматривала. Ну и, соответственно, по итогам, опять же, продолжительного рассмотрения было привлечено очень много лиц, и в том числе и прокурор по данному административному делу города Кирова выступал. Он выступал в поддержку администрации города Кирова. Это просил отказать в наших, в удовлетворении наших исковых требований. Вот. Но суд встал на нашу сторону, да, то есть на сторону одного из собственников этого дома и признал недействующим это распоряжение администрации города Кирова в этой части, вот в части наложения публичной сервитута на данном земельном участке. И, соответственно, из чего следует, что первоначально нужно изучить эту информацию, чтобы свободно уже распоряжаться по решению общего собрания своим земельным участком. Поставить там шлагбаум, поставить детскую площадку, организовать парковочные места. Дальше, если у вас никаких публичных сервитутов нет, никаких ограничений. О применении препятствий, да, то лучше всего обратиться к специалистам, которые бы подготовили проект детской площадки или парковочные места с учетом того, что, как правило, еще по этому земельному участку проходят различные инженерные сети, то есть тепловые сети, водопроводные, канализация, электрические, связь и так далее. То есть нужно расположить все эти элементы благоустройства таким образом, чтобы они не пересекали и не входили в охранные зоны этих сетей. Потому что... Да, вот в частности у теплоэнергетиков очень жесткая позиция. Есть даже ряд вот недавно судебных решений по выносу отдельных объектов из охранной зоны. Вот, и поэтому здесь, конечно, эти требования нужно учитывать, вот, и лучше обращаться к специалистам, которые знают эти все требования по расстоянию, там, от сетей вот эти площади охранных зон и так далее. И когда будет у вас уже на руках проект, надо, соответственно, посчитать его цену, да, то есть осметить. Ну и посмотреть, какие сейчас есть программы федеральные, региональные, местные, с помощью которых можно получить дополнительное финансирование на проведение вот этих работ, проконсультироваться со специалистами, опять же, в местной администрации, если это местная программа. Ну и, соответственно, потом уже принимать решения. Ну самое, что я сейчас на слуху, это формирование комфортной городской среды, да, федеральная программа, которая предоставляет возможности финансирования. Чтобы понимать, ну в общем собрании, сколько же надо собирать денег, то есть если это стоит миллион, а программа предполагает финансирование там 50%, то 500 тысяч рублей это достаточно большие деньги, не только в нынешних условиях они были всегда большие деньги для дома. Вот, поэтому и уже только потом проводить общее собрание в доме. А насколько сейчас жители нашего города активны в этом отношении, судя по твоей практике, по твоей работе, действительно встречаются, обсуждают, что делать? Ну те же шлагбаумы, установка. Это, по-моему, не уходит эта тема, да, больше и больше вот так становится. Очень активно идет вот установка шлагбаумов. Я напомню, вот эти несчастные улицы, которые каждый год у нас перекопаны и там перекрыт проезд, это Блюхера и Азина. Вот, я сам как бы в том районе живу, неоднократно обращался в администрацию, чтобы они организовали проезд по Свободе и Володарского от Блюхера до Азина. Потому что там все перекопано и не проехали, да? Нет, это потому что там железная дорога идет, и, соответственно, там вообще нет прежней части. А если бы она была, то вот эти все перекопы, подкопы и раскопки, их можно было бы объехать без проблем. Сейчас там где-то организовывают движение по газонам, по тротуарам, вот в том числе на перекрестке Блюхера и Володарского. По Азина сквозные проезды небезопасно идут по двору Азина 41. Там сейчас планируется установка шлагбаума, будет проводиться в ближайшее время общее собрание по его установке. То есть, ты понимаете, сама ситуация в городе и то, что происходит, она вынуждает просто собственников установить. Не в том плане, чтобы оградиться и там заборы, и оградок понаставить, да, чтобы никто не зашел, там никто не вышел. В том плане для элементарной безопасности, например, вот этот же дом там в Азина 41, если они вложились в ремонт придомовой территории, сделали асфальт по дороге, да, сделали там тротуары, что-то еще там, или там это другие дома, а потом начинают в два ряда в противоположных направлениях там ездить машины. Ну, надо понимать, да, этих собственников, за что они платили. То есть, пока Азина полностью перекрыта. Так это ведь не единственный случай, так происходит каждый год, и не только эти места, я уверен, есть еще очень много мест в городе, где точно такая же история. И поэтому шлагбаумы, я хочу сказать, что активно устанавливаются сейчас. Законно, незаконно? Ведь многие продолжают спорить установку шлагбаумов. Если земельный участок, опять же, повторюсь, сформирован, да, есть решение общего собрания, где проголосовали больше, чем две трети голосов от числа всех собственников, то данное решение законно. Согласовывать установку шлагбаума, я напомню, ни с кем не надо. Ни с кем. Ни с администрацией, ни с МЧС, ни с полицией, там... Ни с какими-то другими структурами и ведомствами. По крайней мере, это я сейчас говорю про... Это Кировская область. Это про город Киров, про Кировскую область. В Москве, там, в других регионах, там есть определенные подрегламенты, там кто-то получает согласование и так далее. Еще пара минут остается. Хочется затронуть тоже такую распространенную летнюю тему. Все мы прекрасно видим, как у нас увеличилось на улицах количество велосипедистов, скутеристов, самокатчиков, уж извините, что так их называю, в общем, людей на вот таком транспорте не особо прихотливом. И все это зачастую оставляется на лестничных площадках в многоквартирных домах, ну, потому что нет специально предусмотренных каких-то тамбуров, кому-то ленят, не считает нужным кто-то, да, в квартиру свою заносить. Вот на этой почве рождаются конфликты, причем есть примеры, когда до серьезных просто вещей доходят. Вот ты, как специалист, как юрист, что подскажешь? Как в этом случае разруливать ситуацию, чтобы опять-таки практическую пользу какую-то нашим слушателям оказать? В первую очередь, я так понимаю, мы говорим о старых домах, потому что... Да, да, где тесненько, места немного. Да, потому что новые дома, мы видим, что вот даже в нашем городе это прогрессивные застройщики, они предусматривают специально тамбры для хранения колясок, велосипедов, самокатов, там, гироскутеров и так далее, а все что угодно. То есть это все, там можно посмотреть, это все есть. Это что касается старых домов, то действительно, с учетом вот этой массовой велосипедизации, да, там, самокатов, скутеров, гироскутеров и так далее, негде это хранить, и люди хранят либо между лестницами, либо под лестницей, либо в подъезде на первом этаже. То есть что самое простое здесь можно сделать? Можно оставить все как есть, но если есть какие-то конфликтные моменты, то их нужно решать путем установки видеонаблюдения. То есть если какие-то видеокражи случаются, то установка табличек о том, что установлена система видеонаблюдения, камеры. То есть когда это взрослые могут там с телефона в любой момент посмотреть, что происходит в этом подъезде, то есть где стоят их велосипеды, их детей, там, коляски и так далее, они могут это всегда проконтролировать. А IP-камеры, так называемые, да, которые позволяют? Да, это можно всегда проконтролировать, но и во-вторых, это так называемый народный контроль, то есть когда дети, взрослые на улице выходят, вместе с детьми гуляют по вечерам, рядом с подъездом, на детской площадке рядом. То есть никто посторонний, ну, не сможет это просто увести, унести и так далее, потому что, ну, тут столько много людей, это по сути такой контроль жильцов. Подожди, а как же все-таки случай, когда вот сосед один ставит, да, другому соседу это не нравится, вот ему кажется, там, перегораживает, да, ему проход по этой лестничной площадке, потому что это же общая собственность, да, и мнения всех должны учитываться. Тут как? Лично только договариваться, какие-то выходы искать. Ну, подокрайности, конечно, случаются, но, как вот у нас в Конституции написано, права одних не должны нарушать права других, то есть если тебе некуда ставить велосипед, а кому-то это не нравится, ну, значит, это кто-то должен немножко потерпеть, потому что можно так найти, дойти до абсурда, и для того, чтобы повесить в доме картину на стену в своей квартире, это же стена общая, надо получать решение общего собрания две трети голосов. Ну, понятно, что это абсурд. Ну, тоже, да, до абсурда довести, да. Поэтому здесь нужно договариваться и находить общий язык. Других вариантов нет. Это многоквартирный дом, у нас вертикальная и горизонтальная собственность. То есть если бы у нас было как в более развитых странах, где есть там только вертикальная собственность, тогда никто к тебе не придет. Ставь где хочешь, это полностью твое там с пятого по первый этаж и в том числе земля под этим. Любопытные правила. В общем, надо быть человечнее, надо уметь договариваться, да, и идти на уступки. Спасибо большое. На этом завершаем программу «Особое мнение». Андрей Воробьев, руководитель автономной некоммерческой организации ЖКХ «Эксперт» и член исполкома Кировского рекотделения Ассоциации юристов России. Всего доброго. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM